День Матери 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 А вопрос в том, как они его используют. Что вы, как мать, делаете с влиянием, которое дал вам Бог? Хочу прочесть вам три отрывка из Писания на эту тему. Начну с одной из моих любимых героинь по имени Анна. Мы знакомимся с ней, когда она бездетна. Это обстоятельство очень ее расстраивает. Мы слышим, как она взывает к Богу, и даже слышим слова ее молитвы. Вот с них и начнем. Первая книга царств, первая глава. И была она в скорби души. Вы знали, что Бог может вам ответить, когда вы в скорби души? Порой нам кажется, что Бог отвечает, когда мы полны веры, радости и счастья. Я не против счастья. Но если вам сегодня грустно, Бог может вам ответить. И молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь, рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». И бритва не коснется головы его. Не думаю, что речь идет о прическах. Бог не любитель исключительно длинных волос. Речь идет об акте особого посвящения Богу. В знак посвящения люди не стригли волосы и не пили крепких напитков. Вы помните персонажа Библии, чья прическа была связана с праведностью? Да, это Самсон. Это простой вопрос. На утреннем служении ответили «Тарзан». А вы вот ответили «Верно». Так что бывает. Мы все растем. Анна обещала, если Бог удаст ей сына, она сделает все, что в ее силах, чтобы он был посвящен Господу. Она использует свое влияние. Бог услышал ее молитву, и она зачела. Через год, когда пришло время совершить годичную жертву в храме, Анна попросила у мужа разрешения остаться дома. Библия говорит, Анна же не пошла, сказав мужу своему, «Когда младенец отнет, будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». Она сдержала обещание. Когда ребенок подрос, она отвела его к священнику Ильи и сказала, «Бог дал его мне, чтобы он служил в Доме Божьем». Эмоции от этого события описаны во второй главе. «Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим, для принесения положенной жертву». Такое простое предложение, но сколько в нем эмоций. Каждый год Анна шила небольшие одежды и приносила Самуилу. Я представляю, как она их ему передавала. Как обнимала его, зная, что он ответ на ее молитву. В этом случае Бог дал ребенка. Думаю, мы порой небрежно относимся к ответам, которые дал нам Бог. Мы принимаем их, используем, а затем топаем ногой и требуем еще. Наша жизнь может обогатиться, а вера укрепится, если мы научимся радоваться доброте Бога в нашей жизни. В этом и есть преимущества ежегодных праздников, таких как Пасха, Рождество, День Благодарения или даже День Матери. Они дают возможность на миг остановить свой суетный бег, замедлить ритм жизни и признать доброту Бога к нам. Жизнь всегда преподносит трудности, новые нужды и требования. Порядок сам себя не поддерживает. Газон вновь отрастает, а дом ветшает. Я понимаю. Но не пренебрегайте привилегией радоваться благости Бога. Больше всего в истории Анны меня впечатлил результат ее веры. Вы не можете не знать ее сына, Самуила. Он один из основных персонажей Писания, один из самых значимых персонажей во всей Библии. Самуил – последний из судей. В Библии есть книга судей. Вы их знаете. Самсон, Гедеон, Девор и Варак. Судьи были харизматичными лидерами, которых поднимал Бог, чтобы руководить евреями. Они прожили в земле, обетованной 400 лет. Это было объединение 12 племен без особых взаимосвязей. У них не было центрального правительства, столицы, царя, президента или премьер-министра. Лидером этого объединения племен был Бог. В случае внешней угрозы или нападения, когда требовался коллективный отпор, Бог поднимал судью, народного лидера. Самуил был последним из судей. Через сотни лет процветания с лидером Богом, Старейшины племен пришли к Самуилу и заявили, хотим быть, как все другие народы. Дай нам царя. Самуил рассказал об этом Богу, и Бог сказал, не тебя они отвергли, а меня. Поставим царя. Через Самуила Бог назначил первого царя Израиля. Представляете, сколько понадобилось смирения. Вы избранный Богом народный лидер, а народ заявляет, хотим быть, как языческие народы. Самуилу хватило смирения. Характера и познания Бога, чтобы помазать Саула, как первого царя. Затем он увидел, как Саула сгубила гордость, высокомерие и бунт. Тогда Бог велел помазать в цари Давида. В период передачи власти между домом Давида и домом Саула разразился конфликт. Заслугой Самуила было полное отсутствие гражданских войн или битв при смене власти на институт монархии. Самуил был сильным мужем Божиим, который открыл двери для Божьего народа. Но все началось не с Его выбора, а выбора Его Матери. С молитвой Анны, с ее посвящения, с ее веры. Не говорите, что вы не важны. Не говорите, что ваша любовь не играет роли. Вы имеете огромную значимость и большое влияние. Как вы его используете? С рождения Иисуса заповедь почитать родителей не исчезла. Она утвердилась. Я совершенно в этом уверен. Иисус сказал, закон гласит, что если вы ляжете с женщиной, вы прелюбодействуете. А я говорю, если захотите совершить измену, вы виновны. Он опустил или поднял планку? Конечно, поднял. По закону, если вы совершите убийство, вы виновны. А я говорю, если вы рассердились и захотели убить, вы виновны. Он опустил или поднял планку? Поднял. Здесь Иисус цитировал 10 заповедей. Далее. Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать. И теперь Он уже цитирует закон Моисея и говорит о наказании. Злословящий отца или мать смертью да умрет. Он цитирует 10 заповедей и упоминает о наказании. Звучит строже, чем записанное на скрижат. Почитайте своих отца и мать. У вас нет выбора. Бог суверенный? Это одна из составляющих решения следовать за Богом. Он призывает нас к определенным действиям и не спрашивает нашего мнения. Вы могли бы сказать «нет», но Он вас не спрашивает. «Бог, я думаю, что достаточно почитать одного из родителей». Если Иисус об этом сказал, это очень важно. Если бы это было легко, Иисус бы ничего не говорил. В 19 главе Евангелия от Иоанна Иисус на кресте. Не будем об этом читать, вы все знаете. Это был страшный день. Мы даже не в силах описать или представить страдания Иисуса, а гонию того, кого оставили даже самые близкие друзья. Его предал один из самых доверенных учеников. Он был несправедливо осужден и приговорен. Он остался один и очень страдал. Его публично унизили. Он алчит и жаждет. Он наг. Над ним насмехаются враги. Несмотря на агонию, Иисус смотрит с креста вниз и видит Марию, свою мать, и Иоанна, самого близкого из 12 учеников. И Он говорит Иоанну, вот матерь твоя, а Марии, вот сын твой. На кресте Иисус почтил свою мать. Это сильное подтверждение того, о чем мы говорим. Я напомню вам, что Бог выбрал вам мать. Это был не ваш выбор. Бог со сверхъестественной мудростью и божественным провидением выбрал для нас наших родителей. Не почитая свою мать, вы не почитаете Бога. Отвергая или бунтуя против нее, вы отвергаете и бунтуете против Бога. Вам заповедано иное. Что означает почитать свою мать? Это важный вопрос. Он требует больше времени, чем у нас есть сегодня. Но я дам вам несколько простых мыслей для размышлений. Это не означает, что всю свою жизнь вы, как раб, должны делать все, что те попросят, и жить в подчинении у своих матерей. Нет, это не по-библейски. Родительское воспитание означает вырастить и отпустить. Если у вас есть дети, и вы не хотите их отпускать, вам не следует иметь детей. И это правда. Библия говорит, наставь их на путь, по которому идти. Когда они выросли, перестаньте дергать поводок. Почитайте свою маму. Вы можете ощутимо проявляя свою заботу о ней. В одной книге я прочитал «Невыраженная любовь остается теорией». Любовь нужно проявлять. Показывайте свою благодарность и признательность. Лучше всего это можно передать словом «служение». Служите своим родителям на практике. Они это не ценят. Им вообще не угодить. Я это понимаю. Но вот вам второй шаг. Научитесь прощать. Это важно. Потому что идеальных родителей не бывает. Если читать книги о родительстве, вы поймете, что ваши родители не справлялись. Нет идеальных родителей. Все делают ошибки, и их нужно прощать. Не напоминайте им об ошибках. Поблагодарите их за то, что они делают правильно. Мы фокусируемся на том, что не так, а все остальное принимаем как должное. Мы заслужили идеальных родителей. Потому что Бог знает, что мы идеальные дети. Ну а если нет, может быть, родителям нужно простить вас за ваше решение, причиненную боль? Я часто говорю с родителями, чьи дети уехали из дома. Пока они жили дома, была возможность как-то на них повлиять. По многим причинам они не стали христианами, а родители не влияли на них своей верой. Теперь они говорят о детях с разбитым сердцем, слезами и горечью. Я всегда напоминаю им, что для Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. За один миг Бог может сделать то, что нам не удалось сделать за десять лет. За один день Бог вывел Иосифа из тюрьмы и сделал его премьер-министром. Иосифа, человека, которого продали в рабство родные братья, это почти приговор. Бог так исцелил Иосифа, что исцелилась и вся его семья. Прощение — очень сильное орудие. Это не означает, что все было правильно, что Бог одобряет любое поведение родителей по отношению к вам. Родители бывают и эгоистами, и негодяями. Я не призываю вас становиться в очередь для дальнейших унижений. Я призываю вас перед Богом отпустить и освободить их. Подумайте, в чем нуждаются ваши родители. Ваше прощение им в этом поможет. И, наконец, уважение. Это выражение почтения к вашей матери. Родители помогали вам, пока вы росли. Предложите им свою помощь сейчас. В нашей культуре мы большей частью забыли, как почитать пожилых. Перед Богом почтение к пожилым столь же важно, как и забота о детях. Да, мы много времени уделяем заботе о детях, и это также важно. Но мы перестали заботиться о пожилых. Словно они не важны. Они старые школы, они отстали от жизни. Они вообще не разбираются в технологиях. Зачем их слушать? Их идеи давно устарели. А я вот не согласен. Нам нужна их мудрость. Не почитая их, мы теряем благословение всемогущего Бога. Мы настолько сфокусировались на детях, что на велосипедах они катаются только в шлемах. Мы даже придумали специальные автомобильные кресла для детей разного возраста. Возможно, это тоже нужно. Я с этим не спорю. Но мы настолько сконцентрировались на детях, что упустились внимания пожилых людей. Когда я был маленьким, я просто стоял в центре заднего сидения, опираясь локтем на плечо водителя, и все комментировал. Я знал, что механизмом безопасности в машине была правая рука водителя. Нажимая на тормоз, он просто делал вот так. Я рад, что прогресс не стоит на месте, но давайте не забывай чтить пожилых людей. Это важно. Бог отвел семье свое место, он определил границы, это его замысел. Нам нужно смириться, потому что с Богом все возможно. Наш Бог силен. Помните? С какой бы трудностью вы ни столкнулись, наш Бог силен. Я хочу помолиться за всех матерей, да и за всех женщин сегодня. За много лет наблюдений я заметил, что Бог вложил материнский инстинкт не только в матерей, но и в женщин, несущих ответственность за детей. И это приносит только пользу. Я хочу помолиться за всех женщин сегодня. Попрошу вас для этого церковью встать. Пусть встанет только прекрасная половина нашей церкви. Небольшой инструктаж на эти выходные, и мы дадим вам минуту, чтобы сесть обратно. Какая привилегия. Я благодарю Бога за вас. Вы такая сила в цели Христовом. Это так. Да. Бог, благодарю Тебя за этих женщин, за их жизни, за матерей в этой церкви. Господь, Ты доверил им дар. Я молюсь, чтобы они с Твоей мудростью и Твоей силой учились передавать истины живого Бога своим детям и семьям. Господь, благодарю Тебя, что Ты прощаешь и очищаешь нас от наших слабостей и ошибок. Ты силен поднять нас выше этого. Я молюсь о тех, кто был ранен, кто пережил отвержение и боль. Я молюсь, чтобы они всегда помнили, что всемогущий Бог принимает их, чтобы познали глубину того, как Ты их любишь и ценишь. Господь, дай им осознание, что рядом есть люди, которые заботятся о них, заинтересованы в них и желают им самого лучшего. Господь, там, где нужно простить, дай нам благодать простить. Нам тоже нужно прощение. Спасибо, что приносишь исцеление, когда мы смиряемся. Я молюсь о помазании в жизни этих женщин. Помоги им воплощать Твои цели для этого поколения. Каким бы ни было их образование или навыки, дай им власть от Себя. Пусть они в смирении говорят вместе с Марией, «Да будет мне по слову Твоему». Помоги нам как никогда содействовать Твоей воле и Твоим целям. Я благословляю их во имя живого Бога, во имя нашего Царя и Господа Иисуса из Назарета. Пусть благословения Бога придут на этих женщин, как никогда раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Иисус — главный якорь нашей души. За ваше пожертвование сегодня вы получите аудиодиск с проповедью пастора Аллена «Непоколебимый на скале». Эта проповедь укрепит вашу веру, научит преодолевать страхи, утверждая совпавание на Господа, и также поможет вам принимать решения, которые влияют на всю вашу жизнь. При пожертвовании от 40 долларов, вдобавок к диску вы получите 4 подставки из дерева акации и мрамора с надписью «Господь моя скала». Чтобы сделать пожертвование, звоните нам по телефону на экране или зайдите на наш сайт. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы можем гораздо больше. Иисус — главный якорь нашей души. За ваше пожертвование сегодня вы получите аудиодиск с проповедью пастора Аллена «Непоколебимый на скале». Эта проповедь укрепит вашу веру, научит преодолевать страхи, утверждая совпавание на Господа, и также поможет вам принимать решения, которые влияют на всю вашу жизнь. При пожертвовании от 40 долларов, вдобавок к диску вы получите 4 подставки из дерева акации и мрамора с надписью «Господь моя скала». Чтобы сделать пожертвование, звоните нам по телефону на экране или зайдите на наш сайт. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы можем гораздо больше. Продолжение следует...